В России на крещение принято освещать воду, в том числе на естественных водоемах. Священную жидкость после утреннего таинства раздают людям безостановочно, в порядке живой очереди. Ведь во всех источниках крещения вода становится святой. Считается, что крещенская вода имеет чудесные целебные свойства, ведь святая вода имеет способность не портиться в течение долгого времени. Она пьется в течение года натощак, ее набережно хранят как святыню и лечат болезни, как телесные, так и душевные. Святой крещенской водой можно окроплять жилище, чтобы изгнать злых духов и принести в дом благодать Божью. Сотни горожан выстроились у собора, чтобы набрать святой воды. Люди стоят в очереди по 2-3 часа, а то и более. Я пью по утрам капельку, чай добавляю иногда, чтобы когда плохо чувствую себя, приболеешь немножко, ну себя поддерживаешь воде. Когда веришь, всегда же можно себя как-то духовно лечить даже. Поздравляю всем праздником и желаю всем здоровья. У всех было здоровье самое главное. К сожалению, вода наполняется очень медленно, поэтому и выстроилась такая большая очередь. Но людей это не пугает. Старым лад пришли сюда за крещенской водой. Многие горожане берут воду с родняка. Здесь также собралось немало новочебоксарцев, чтобы набрать святой воды до следующего крещения. Были и те, кто окунался в купели. Купаюсь каждый год. Праздник, очищение, отчищение грехи свои жизненные, которые накопил за год. Для здоровья полезно. Всех жителей поздравляю с праздником. Счастья с ним, здоровья, успехов. Тем, кто успел запастись самой активной крещенской водой, причем неважно, где вы ее набрали, из водопровода, из открытого источника или принесли из церкви, ученые напоминают, что пить ее надо регулярно, желательно каждый день и натощак. Она великолепно поднимает иммунитет и делает человека устойчивым ко многим инфекциям.